Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами поговорим об ангелах. Прежде сотворения видимого мира, Бог сотворил мир невидимый, ангельский. Ангелы – это разумные существа, обладающие свободной волей и имеющие духовную природу. Как сотворенные существа, ангелы обладают бессмертием, не по природе, но по божественной благодати. Находясь в благодатном единстве с Богом, ангелы на небесах всегда видят Отца Небесного. Но, как и люди, они не могут постить божественную сущность. Подобно людям, ангелы призваны с бесконечным совершенствованием. Ангелы называют также бесплотными духами. Однако это не означает, что они вообще лишены какой-либо телесности. Именование ангелами от греческого «вестник», «посланник» свидетельствует не о их природе, а о характере их служения. Являясь служебными духами, ангелы только непосредственно служат Богу. Ангелы выполняют миссию посредничества между Богом и людьми. Как это было явлено во сне ветхозаветному патриарху Иакову, видевшему лестницу, по которой ангелы Божии сходили с небес на землю и снова возвращались на небеса. В Новом Завете архангел Гавриил возвещает Пресвятой Деве о рождении Иисуса Христа. Его рождение сопровождается ангельским словословием. Иосиф и Мария, находясь под постоянным покровом ангела, ангел укрепляет Христа во время его молитвы в Гефсимании. Радостную весть о воскресении Спасителя первыми сообщает его ученикам ангелы. С ангелами придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, чтобы воздать каждому по делам Его. Ангелы возвещают волю Божию людям. Охраняют их в трудных жизненных обстоятельствах и испытаниях. Поражают их врагов. В качестве воспитательной меры наказывают за грехи. По мнению некоторых святых отцов, ангелы охраняют области земли и управляют народами и странами, как повелено им Творцом. Каждый ангел принял одну какую-либо часть Вселенной или приставлен к одному чему-нибудь в мире. Каждый человек имеет ангела-хранителя. Иисус Христос говорит о детях, что у каждого из них есть свой ангел на небесах. Каждый человек имеет ангел-хранителя, который пребывает с ним постоянно. Ангел-хранитель, присутствуя с человеком в течение всей жизни, не оставляет его и момент смерти. Еще до сотворения видимого мира, один из ангелов, пожелавший стать таким же, как сам Бог, восстал против Бога. В Священном Писании этот ангел именуется Деницей, сыном Зари. Потому что изначально, как и все ангелы, он был создан благим и святоносным. Падший ангел, дьявол, злоупотребил, дарованную ему Богом свободой. Испытание свободы – это главное условие, при котором ангелы, как разумные существа, могли возрастать в совершенстве. Множество ангелов остались верны Богу, однако некоторые возглаве с Деницей отпали от Бога. Подчиненные дьяволу падшие ангелы называются демонами или бесами. Дьявол и злые духи искушают людей, стремясь их обмануть. Дьявол пытался искушать даже самого Христа, однако Спаситель преодолел все искушения. Дьявольское искушение является испытанием, помогающим человеку укрепиться в добре и верности Богу. Злые духи могут действовать через других людей, через магов, знахари, гадателей, астрологов, эстросенсов. В Ветхом Завете неоднократно говорится о запрете волшебства. Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола и своей смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Христос изгонял нечистых духов, вселившихся в людей. Наделял Он этой властью и апостолов. Хотя Сатана уже осужден, он не прекращает своей борьбы не только во время земной жизни Иисуса Христа, но и после Его воскресения. Он в первую очередь препятствует христианской проповеди. Дорогие братья и сестры, каждый крещеный человек имеет своего англо-хранителя. Не забывайте об этом и молитесь Ему во всех жизненных обстоятельствах. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok